Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, моему небольшому городку. Сегодня хочу вас познакомить с домом, который находится по адресу Литийный проспект 19. Пользуюсь сайтом CityWalls, интернет-изданиями различными и книгой Иванова «Дома и люди» из истории петербургских основников. Итак, изначально обширный участок на этом месте принадлежал управляющему колыванскими рудниками генерал-лейтенанту Меллеру. Через некоторое время этот участок окупает и окупает его немец, потому что у немца его окупает немец. Христиан Иванович Труссон в 1782 году поступил на русскую службу в качестве инженера, заменил умершего генерал-поручика Баура при постройке каменной набережной и фонтан. Автор различных прожектов вплоть до соединения Черного и Белого морей. За постройку брэш-батареи при штурме Очакова он получил орден Святого Георгия Третьей степени. Его портрет висит в военной галерее Зимнего дворца. Кстати, говорят, Экетерина II, когда подписывала грамоту на этот орден, заметила, что не может так называться храбрый человек, нельзя называть его Труссоном, а так он писался ранее. Поэтому прибавила букву З и получился Труссон. За участие во взятии Дербента в 1796 году достроился новая награда Святого Георгия Третьей степени. Вот такой был орденоносец. Участвовал в Отечественной войне 12-го года в должности начальника инженеров в армии Барклая-де-Толи. После Бородинского сражения уволен в отпуск по болезни и годом позже скончал в 1713 году. Так вот, купил участок Труссона в 1804-м, выстроил каменный дом, оцененный, согласно табелью, 13 тысяч рублей. Такова была в то время обычная стоимость небольшого двухэтажного домика. После смерти Труссона домом владели его наследники. Затем этот дом перешел к вдове военного министра Милера Закамельского. А в 1840-х годах его приобрел князь Любомирский, потомок древнего польского рода, женатый на Юле Николаевне Радзвилл. Через некоторое время дом был продан. Они продали дом князю Петру Александровичу Урусову, который осуществил перестройку проекту Льва Францевича Виндромини. Льв Францевич Виндромини довольно популярный среди петербургских знати архитектор. Из его работы можно назвать перестройку домов князя Лобанова Ростовского на Большой морской 31. Итак, особняк Урусов был отделан по последней моде в стиле рококо, производил заметное впечатление на гостей, среди которых преобладали представители высшего света. Хозяин дома Петра Александровича был сыном московского вельможи Урусова, кстати гостеприимство которого не распользовалось бывая в Москве Пушкин. В 1858 году особняк Урусовых переходит племяннику князя графу Алексею Ивановичу Мусину Пушкину, который приходился родным внукам, знаменитому собирателю дороссийских древностей, в честь которой его и назвали Алексеем. Он и его брат Александр были друзьями детства, кстати, Льва Николаевича Толстого. Александр Иванович женился на богатой графине Любови Александре Куша и Безбородько. Добился назначения коронационным церемониймейстером, получил звание камеры юнкера. Его избрали уездным предводителем дворянства и почетного повечителя Тербургских гимназий. Жена и слопотал для мужа звание почетного попечителя Днежинского лицея князя Безбородько, принадлежащая ранее брату Григорию Александровичу. Говоря о Александре Ивановиче, современники говорили, что он обожал устраивать различные благотворительные мероприятия, концерты, лотереи, но некоторые называли его пустейшим из пустейших или великим человеком на малые дела, но добрым и без обид. После смерти графа его вдова прожила долгую жизнь, дожила до Октябрьской революции, но после революции все имущество Мусиных-Пушкиных было национализировано, в том числе и богатейшие имения стольной Черниговской губернии, которая принадлежала князю Безбородко. Естественно, с обширным собранием картин и фамильных портретов кисти художников Левицкого, Боровиковского, Кипренского. По некоторым данным, в 17-18 годах эти вещи были выезднее в Петроград, бывшем особняк графини Мусиной-Пушкину, на Литейном. После чего слезы теряются, кое-что попало в Эрмитаж, но остальное было продано или, в общем, разворовано в революционной сумятице. Ну, вот, собственно говоря, и все о доме на Литейном-19. Я озвучил то, что написано в книге «Дома и люди» Иванова и сайта CityWall и различных других интернет-изданий. Все, всем пока, до свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok